здравствуйте эфире программа правда которую вы должны знать сегодня дорогие друзья я хочу поговорить на тему возможности весом и сатаны в мире существует огромное количество разных возможностей каждый раз мы используем определенные возможности более того скажи если мы не используем возможности своей жизни когда мы потеряли все возможность это как благодать приходящие с ним это как ситуация которая приходит как снег на голову приходит из ниоткуда и возможности бывают разные и ими нужно пользоваться но сегодня я хочу поговорить с вами как с духовными людьми она духовные вещи вот какие же возможности есть у сатаны и без и есть ли они есть сатана и бесы были раньше ангелом и у них было большое количество разных возможностей дорог и способностей когда сатана и бесы потеряли власть и были изгнаны с престола бога с третьих небес в нашу сферу который мы называем первое небо они не потеряли свою власть они потеряли свою силу они потеряли еще много чего но они не потеряли свою власть и свои возможности каким-то образом они притупились вот если они потеряли мудрость они не могут понимать божье они мудрость они знают много языков если так сказать все языки почему потому что у них были тысячи лет чтобы их изучить это не означает что они такие мудрые они за 20 лет изучили все языки нет у них были тысячи лет и вообще изучают они языки все для того чтобы наблюдать нам нам так вот какие же возможности какие же силы имеют бес первое они используют свои возможности через людей все возможности которые есть у них у беса и у сатаны они просто там вот сам бес да вот придет к тебе и скажет привет я бес я буду тебе сейчас вредить такого нет они приходят через людей начнем с того почему они бестелесные существа они не имеют тел задание вопрос почему начнем с того что многие бесы это не только ангелы хирургимы и серафимы которые были изнаны из небес в основном из бесов начнем с ангелы которые сказали бесами это может быть 1-2-3 процента в основном бесы это дети исполинов вы можете почитать гибелию а также книгу Аноха на которую ссылается апостоль труда с библии в один из учеников Иисуса книга Аноха написана что однажды когда уже давным-давно дьявол согрешил и бесы согрешили бог послал стражей стражей на землю их цель была одна защищать людей от сатаны и от бесов и помогать людям двигаться вперед но они согрешили эти стражи эти прекрасные живые ангелы каким образом они согрешили они упали в блуд они имели возможность быть не только духовными они имели возможность также и быть и физическими и они переспали с женщинами в книге Аноха вы можете почитать какое количество их было там все написано когда они переспали с женщинами с людьми родились некие существа смесь ангела и смесь человек они назывались исполины и тогда в Библии написано и также в книге Аноха о том что Бог заключил этих ангелов во мрак в ад но что же произошло с их детьми они не были заключены потому что они стали не только духовными они стали плотью как бы человеческой плотью они были уничтожены на планете земля их физическая оболочка их тело оно вошло в землю сгнило но их дух остался жить на земле они заключены здесь на земле именно они являются бесами да иногда и ангелы используют на свою духовную оболочку для того чтобы входить в человека но в основном группа горят 97,8% это те дети падших хангу не падших хангу это те дети которые произошли от исполинов ну что ж какие же возможности чтение мыслей таким образом они имеют возможность читать наши мысли не обязательно без обходить человека для того чтобы прочитать мысль человека нет они могут быть возле тебя за 10-15-20 метров и они могут читать твою мысль это их возможность также они могут войти в тебя если ты откроешь их дорогу да и когда ты откроешь их дорогу они входят в человека и потом соответственно они умирают 100% читают твою мысль они не только читают твою мысль они используют твое тело для своих определенных целей а цель одна украсть убить и погубить тебя второе они не только читают мысли они еще навязывают свои мысли таким образом они говорят то есть они не просто думают и ты слышишь их мысль нет они говорят вслух и ты слышишь их речь но ты слышишь их речь как мысль и ты думаешь что это твоя мысль на самом деле это не так это не твоя мысль это их мысль поверьте мне ничего хорошего они вам не предоставят они могут использовать человека уже уже человека который одержим это или сатанисты или другие люди они могут вот истории много таких историй надо даже в наше время когда люди были особо одержимы и они могли ставать живот в прямом смысле этого слова они могли летать вот сами люди могли летать называется иритация это не бога они могли перемещаться вот сверхъестественно я нахожусь в этой комнате раз два три четыре пять я уже за десяти километров отсюда не могут это делать но это они могут делать только тогда когда человек особенным образом посвящен сатане и бесам просто так они не будут это делать и это только тогда когда бесов человек больше регионов если один бес два или сто бесов нет недостаточно силы один бес не может переместить тебя куда-то их должно быть много они должны быть как одно целое когда они а в человеке как одно целое тогда они делают страшные страшные и опять таки страшные вещи они могут убивать мы знаем сегодня что многие насильники убийцы особенно те которые убивают десятилетиями да мы знаем истории когда полицейские в Америке в Европе пытаются десятилетиями поймать убийцу но они не могут представьте себе тысячи тысячи полицейских бегут за одним убийцей и не могут его поймать почему потому что он такой мудрый потому что у него такая мудрость нет бесы знают все потому что они духовные существа и они видят все и поэтому просто бесы другим бесам там полицейский он может быть там убегать туда туда или туда и вот почему он мудрый есть очень высокого ранга бесы их цель просто издеваться над людьми они издеваются так и над человеком которого используют как орудие для убийства и конечно же над бедными людьми которые попадают под их руки иногда мы можем подумать что это бесы виноваты эти убийцы они не виноваты виноваты они всегда могут остановиться но им нравится эта жизнь я имею в виду этим людям небесам и они таким образом живут сегодня на сегодняшний день Иисус умер за нас на кресте и сегодня небесы не имеют власти над нами над одной и над тобой но мы можем дать им возможность войти в нас мы можем дать им возможность руководить нами каким образом через грех грех это дверь открываешь эту дверь и говоришь бесы прийдите и они приходят потому что ты открыл дверь а как можно закрыть дверь сказать бесы уйдите покайтесь просто покаяться и стыкаешься и отдаешь свое сердце Богу автоматически начинается процесс очищения я уже в других роликах говорил о том что это не только покаяние нужно себя покрывать кровью Иисуса Христа это большие большие процессы вы можете посмотреть мое видео как вообще очиститься но одно могу сказать точно ни один бес не может иметь над нами власть если мы юни этого не поздно вот о чем сегодня хотел с вами поговорить спасибо 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 спасибо